Лицемерие в церкви. История Анании и Сапфиры. Мир вам, братья, сестры. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Друзья, мы все знаем полицейских и что они делают. Представим, например, что мы идем в городе по тротуару, а навстречу нам полицейский. Какая реакция на него? Мы успокаиваемся, рады, что будет порядок. Преступники, наоборот, прячутся, боясь наказания. Полицейский один, а реакция отношения к нему полностью зависит от нас и окружающих. Кроме того, поступки человека формируют его отношение к этому человеку, полицейскому. Анания и Сапфира. История лицемерия в церкви. В Божьем строении на земле в церкви есть Дух Святой. Когда человек приходит в церковь, в собрание, в общение верующих, к радости, там всегда присутствует Дух Святой. Он видит все, что происходит внутри каждого человека, его поступки, мотивы. Друзья, как это прекрасно, что нам даже говорить ничего не нужно, а Бог знает наше сердце. Жаль, что некоторые так не могут. Так ведь? Но это как реакция на полицейского. Помним, полицейский на улице. Не все, кто на улице хотят просто отдохнуть. Некоторые хотят воровать, хулиганить, пьянствовать. Вероятно, не все, кто приходит в церковь, имеют чистые намерения. Неискренность в поступках – грех против Бога. Сбиваясь на путь лыжи, мы грешим против Духа Святого, движущего нашими сердцами. Искренность в наших поступках – это любит Бог. Идя по дороге искренности и чистоты с Богом, мы искренне и чисты с Духом Святым, который движет нашими сердцами. Присутствие Духа Святого. Друзья, в церкви, в собрании верующих всегда присутствует Дух Святой, который видит все. Все намерения сердечные и милость, и искренность. Чистота и лукавство, безусловно, ничто не скрыто перед Духом Святым. В прошлом видео мы посмотрели, как Бог воздает на поведение и намерение человека, как это видел друг Бога, Давид. Бог не меняется, Он и сегодня такой же. Итак, история Анани и Сапфиры. В Божьем, земном здании, церкви, пребывает Святой Дух. Когда человек входит в церковь, собрание, общение верующих, Святой Дух всегда присутствует. Он ищет в наших сердцах искренность. И это видео исследует последствия лицемерия церкви через библейский рассказ об Анани и Сапфире. Смотрите, чтобы узнать о важности честности, ответственности и в конечном счете спасения. Не забудьте подписаться на более проницательный контент о верной жизни в церкви. Варнава. Уроки жизни в церкви. Чтобы посмотреть историю Анани и Сапфиры, мы немного узнаем про апостола Варнаву. Эти две истории взаимосвязаны. В некоторых исторических источниках говорится, что Варнаву родители послали в Иерусалим учиться у ног Гамалиила. К тому же, вполне, может быть, что он учился и знал Савла, апостола Павла. Когда Иисус Христос воскрес, он пришел в Иерусалимскую церковь и хотел приобщиться к ней. В Израиле в то время нельзя было навсегда, как в наше время, продать свою землю. Каждые семь лет земля возвращалась владельцу. Продажа земли была больше похожа на сдачу в аренду. Варнава был кипрянином. Святой Варнава был ранним христианином, чье драматическое обращение и миссионерская деятельность подробно описаны в «Деяниях апостолов» в христианском Новом Завете. В библейских источниках он описывается как левит, который отказался от своих мирских владений, чтобы следовать поступам апостолов. Это книга «Деяния», 4 глава, стихи 36-37. Так, к слову, помните Лазаря, которого воскресил Господь? Так вот, Лазарь был рукоположен апостолом Варнавой в епископа кипрского после воскресения Иисуса Христа. Так вот, Варнава продал свою землю. Это значит, что он до конца жизни остался без крыши над головой. Он всю свою жизнь отдал, потому что доверился Господу и Церкви, телу Христовому. Придя в Церковь Иерусалима, положив все деньги к ногам апостолов и стал служителем этой общины. В то время в Иерусалимской Церкви все, кто приносил деньги от продажи своих имений, получали покрытие всех своих нужд с кассы церкви. Поступок Варнавы, вероятно, стал всем известен. Смотрите, помните Петр, а был Кифа, Саввл, а стал Павел, а тут Иосия, которого мы знаем как Варнава. Почему именно так? Потому что он сын утешения. Так вот, Варнава продал всю свою землю на Кипре и отдал все деньги церковь, положил к ногам апостолов. Это стало известно, как Левит Иосия возлюбил Бога, Иисуса Христа и Церковь Его. Тут услышали об этом Анания с его женой Сапфирой. Анания и Сапфира. Уроки жизни в церкви. Известность Варнавы. Анания с его женой тоже захотели иметь то, что дал, воздал, поступил с Варнавой, Бог. Хотели также приобщиться к этому. Кстати сказать, их никто не заставлял это делать, продавать дом. Продали свое имение, а потом, сговорившись со своей женой, Дали. Принесли к ногам апостолов деньги. Сказали, что они, как и Варнава, дают все. Но. А Петр сказал, стих 3, это Деяние, 5 глава, стих 3. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил Сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Это книга Деяния, 5 глава, 3 стих. Смотрите, друзья, тут апостол Петр говорит, солгать Духу Святому, не братьям и сестрам, не пастору, а именно Духу Святому. Почему так? В 9 стихе написано, но Петр сказал ей, то есть это уже в Сапфире, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот, входят в двери, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Это книга Деяния, 5 глава, 9 стих. Анания и Сапфира, как сказано, что им никто не говорил продавать свой дом и нести деньги к ногам апостолов. Они сами захотели стать частью того, что происходило в церкви. Здесь говорится, что Анания и Сапфира не дали всего. Тут Лука описывает, что, вероятно, служители и Анания раньше договорились, что они тоже принесут, продав свое имение, и принесут деньги к ногам апостолов в церковь. И тут важно, что именно Дух Святой. Апостол Петр говорит Анании, солгать Духу Святому, Сапфире, искусить Духа Святого. Результат, мы помним, один, их вынесли и похоронили. Анания и Сапфира не верили Духу Святому. Они, как видно, не верили в Духа Святого и не знали его. Хотели обмануть Петра и апостолов. Обман в церкви не служителей и братьев и сестер. За всеми нами стоит Дух Святой. Он знает все. Обман Духа Святого. В стихе четвертом написано. Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажей, не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу. Это книга Деяния, 5 глава, 4 стих. Вместе с тем, они хотели обмануть не апостолов, церковь, не Духа Святого, а Бога. Ты солгал не человеку, а Богу. Безусловно, это страшно, друзья, лицемерить и лукавить с Богом. Неискренность поступков в церкви – прежде всего грех против Бога. Сбиваясь на пути лыжи, мы грешем против Духа Святого, движущего нашими сердцами. Жизнь в церкви и присутствие Святого Духа. Это очень серьезно. Если не хочешь честно идти к Богу, в Его церковь не иди. Но если идешь, как сказал Давид, будь честен, не порочен перед Ним и остерегайся, чтобы не грешить. И воздаст Господь по правде, по чистоте рук Твоих перед очами Его. Откроем Евангелие от Матфея, 5 главу, стихи с 22 по 24. «А я говорю вам, что всякий, гневающий на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему, рака, подлежит синей древому, а кто скажет, безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Это Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 22-24. Безусловно, нужно помнить, Бог воздает всегда по нашей правде. Как мы видим исцеление, знамения, чудеса, освобождение. Также Дух Святой, безусловно, видит и наши сердца, наши мысли и мотивы. И, конечно, то, помимо всего прочего, что мы говорим за стенами церкви, как сговорились Ананья и Сапфира. Дух Святой только в здании церкви. Давайте рассмотрим еще один интересный момент из жизни Ананья и Сапфиры. Откроем Деяние апостола, 5 глава, стих с 1 по 3. Стих 2. Ананья утаил из цены сведома жены своей. Кстати сказать, друзья, кто присутствовал при этом разговоре? И это, несомненно, было вне здания церкви. Почему? Так как у них на руках были все вырученные деньги. Они, получив, вышли и где-то утаившись, обговаривали эту ситуацию. И решив оба утаить часть денег. Когда человек хочет приобщиться к церкви, телу Христовому, прежде всего он должен знать, что Дух Святой с ним везде, даже в утаенных местах. Спасибо, что Бог видит все, что мы делаем в тайной комнате, и видящий тайное нам воздает явно. Скажите аминь, друзья. Искренность причащений, крещений. Дух Святой всегда видит все и того, кто хочет принять водное крещение. Кто хочет, чтобы за него помолились за крещение Духом Святым и дарь иных языков. Кто принимает причащение. Бог, Дух Святой, кроме всего прочего, видит каждого, где бы он ни был. Кто протягивает свою руку за причастие. Неискренность в поступках – грех против Бога. Сбиваясь на путь в лужи, мы грешим против Духа Святого, движущего нашими сердцами. В общем, мы посмотрели в последних трех видео о том, как Бог смотрит за своей церковью. В следующем видео поговорим еще об Анане и Сапфире. Это будет заключительное видео о поведении в церкви, собрании верующих. А вообще мы говорим об освобождении и жизни в свободе. А это церковь, пост и молитва. Вместе с тем мы уже говорили о церкви и поведении в ней. О посте, который может иметь каждый. А в следующем видео мы будем говорить о молитве, которая дает результат. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени. Смотрели, что говорит евангелист Лука о Варнаве, Анане и Сапфире. И искренности с Духом Святым Богом. Более того, мы еще будем говорить на темы Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего позволения, сегодня я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, то, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям. В результате вы помогаете служению, спасению и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.